Подпишись на мой телеграм-канал, потому что оттуда ты сможешь узнать обо всех новостях, связанных с автором, с каналом, с видосами, ну и конечно же со стримами. Ссылочка есть в описании, не поленись перейти по ней и подписаться, для меня это очень многое значит. Всем привет, и если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфуэр, и добро пожаловать в ролик по Bleach Brave Souls, обновления тир-листов, ПВЕ, ПВП, арены и прочих фишек, точнее квестов в игре Bleach Brave Souls. Да, за апрель 2022 года. Выпустил я его чуть позже, чем обычно, а обычно я пускаю в конце месяца. В этот раз получилось 4 числа, мая. Итак, внимание на экран. Здесь собраны все тир-листы, которые были созданы мной, на tiermaker.com, либо вы можете посмотреть их все в дискорд сервере. Кроме, кстати ссылка в описании, кроме вот этих вот по киллеру, потому что я их еще не доделал, они в процессе. Готовы только на шнигами и аранкаров, но по факту они нужны чисто, чтобы вот понимать, что вот это определенный киллер, в нем такие персы хороши. Если вам не хочется смотреть весь тир-лист и понимать, кто куда хорош. Вот, кто какой киллер имеет. Потому что, по сути, чтобы составить эти тиры, нужно достаточно просто убрать из основного, атрибутного, всех персонажей, которые не подходят под киллер. И в итоге останется то, что мы видим. Ну, например, начнем мы с вами с... Ну, допустим, вот будет у нас оранжевый атрибут. Вот здесь, видите, у нас Ичига стоит. И убийца с шнигами у нас, допустим, оранжевый, находится вот здесь. И, как видите, здесь отсутствуют персонажи, которые были в том тир-листе. То есть, Рукия и Шинджи, потому что они не убийца с шнигами. Думаю, вы поняли мою мысль и увидели все своими глазами. Итак, режим тир-лист арены еще не обновлялся по той причине, что нужно посмотреть еще побольше на Азашира с Кеном, с Зараки, красным. Как они себя показывают? Азашира показывает себя хуже Бьякуи, да и хуже многих Персов. Но, то есть, играть им, конечно, можно, но показывает он себя там довольно хиленько, я бы его поставил в А. Ну, вот, ну, как-то вот не очень он туда заходит. Но арена это арена, то есть это отдельный режим от ПВЕ. Тир-лист ПВП. Естественно, здесь одно единственное обновление, это добавление нового персонажа Кенпачи Куруяшики. Персонаж, который является контрой Кена и Деда. Да, Кенпачи, в свою очередь, является его контром, так как он тоже убийца капитанов. И тоже имеет флори плюс два, не дает резнуться, но этот чувачол... Чувачол, бля, слово моё придумал, записывайте. Вот этот вот Куруяшики имеет более сильный скилл на поглощение урона. Что ему дает хорошенько так навалять и Кенпачи, и Деду. Вот, поэтому он является лучшим, поскольку он контрит обоих. Ну и плюс, поскольку мы знаем, что в мета до выхода Куруяшики была, естественно, Кенпачи, Деда и Цукишима, Куруяшики может один вынести всех троих. Если он один может вынести всех троих, то ему, естественно, можно отдать первое место. Цукишима он бьет по той причине, что является зеленым, а этот синим. Ну вот и вся разгадка. Поэтому PvP-тирлист выглядит вот таким образом. PvP, если что, это Brave Battles, красненькие бои, если кто не в курсе. Игрок на игрока. В остальном, больше обновлений здесь никаких не было, и, наверное, еще не скоро будет. Хотя, мы ждем красного, ноу, топ-перса на PvP. Итак, едем дальше. Оранжевый атрибут. Смотрим, что у нас было добавлено в оранжевом атрибуте. Это был чат. Чат — это персонаж, который будет доступен за прохождение Сен-Каймона в магазине Сен-Каймона нового. Да. То есть, в магазине Сен-Каймона за прохождение новых этажей нового Сен-Каймона. Да. Не хочется много раз повторить одну и ту же фразу, но приходится. По сути, персонаж, да ни о чем, на самом деле. То есть, ну, если у вас вообще вот нет персов, на киллер рангкаров там, в любом атрибуте, можете купить чат. Линк у него, ну, просто охренительный. Урон при полной стамине 25%, что 3 линка даст вам 75% урона. И 12 КДРа. То есть, по сути, вы объединили 2 линка в 1 и получили топовые 4. 6. 6. 6 характеристик. Ну. Как-то странно я сказал. Две характеристики просто усиленные. То есть, 75% урона и 36% КДР. Ох. Да, в скиллах у него есть полезная вещичка. Это фарм дроплетов. Причем у каждой версии свой атрибут. То есть, оранжевый чат фармит фиолетовые. Красный, зеленый и так далее. Ну, и у него, я сейчас смотрю на третьем, по-моему, сет. У него первый это бим квадратный, то бишь вдаль, но квадратный. Второй такой бим по прямой линии, узкий очень. Третий это сёркл перед собой, то есть, в кольце. Ну, и да, фускрин, это стандарт. Так что этот чат, ну, как и все остальные чаты, он почти везде будет лучший Б. Б-Перс. Сильный, потому что в скиллах у него и 40 Берсерка, и 40 Брузера, и 60 Девастейшна, и Френзи. Это мощно. Причем с таким линком, это круто. Но выше Б... Нет, не зайдет. Так, с оранжевым на этом покончено. Ничего не изменилось больше, все осталось как и было. Прошлые ролики, я думаю, все оставлю в подсказках. Либо хотя бы мартовский. Дальше у нас шел фиолетовый атрибут. В нем, я так полагаю, тоже добавился только чат. А, нет, еще был гин. Гин и Чимару. Это очень крутой надер с ядом, ваншотом, но созданный для ГК. И не простого, а против капитанов. Что дает ему преимущество в уроне над боссами. Но не над мобами. То есть, киллер эффект в каком-нибудь квесте от него не будет нигде. Практически. Кроме, если босс будет капитаном. Поэтому максимального урона вы, конечно, не получите. При этом у него брузер 20, с флори плюс 1. Это довольно слабенько. Для беста. Но его над позволяет ему крепко застановиться в С. У него же есть гардбрейк. Да, у него есть гардбрейк. Он у него врожденный. И мы теперь как пролечу урон по отравленным врагам. То есть, он создан чисто для ГК. Да. Его над это то же самое, что и второй прием сейчас был у Чадо. Только с руки. Да. Это топовая штука. То есть, он задевает целую полоску мобов. Сразу по всем наносит урон. Надеру это шикарно. С такой атакой существует только 3 кастера. Вот, собственно, они. Да. 3 кастера. И все. О, пожалуйста. Первый прием у него такой же, как у. У Чадо второй. А у Чадо второй это такой же, как у с руки. Ну, вы понимаете о чем я. Линк, но он так ДМШ 20. И, по сути, просто топовый надер. Достойный С ранга. Лучше Гриф Джоу. И, естественно, Финдора. В остальном, больше никаких изменений не было. Ресы вообще никак не дали себе никакого буста. Поэтому они остались там же, где их были. Да. Такие дела. Ну, а Чад, как видите, он хуже Ишин. Да, он у Ишина по-лучшему в сет. Вот. Поэтому Чадик его все-таки не обходит. Вот такой был фиолетовый. Красный, красный пополнился сразу, по-моему, двумя персами. Ну, включая Чада. А, Чад Кен. И было обновление. Было, так сказать... Поскольку тирлисты, которые здесь, они максимально объективны и сделаны для всех. Поэтому, рассматривая тирлист, рассматривая персонажа, я понял ту штуку, что... Вот этот вот персонаж, Лилья Бару, имеющий идеальный мувсет, имеющий урон по скрытым врагам с киллером на шнигами, имеющий гардбрейк. Он достоин быть здесь. У него большие ралюсы, идеальные атаки и высокий урон. Да еще и по скрытым мобам, которых он киллер, так как шнигами, любят прятаться под землей очень много. Поэтому Лилья Бара достойна этого ранга. Несомненно. Да. Поэтому лучшим в С остается Шинджи. Не такой у него сильный урон. И у него, по сути, он без гардбрейка, без этого всего. То есть он не так хорош, как Лилья Бару. Он очень крут, но не так хорош. Мувсет, у них, кстати, у обоих мувсет такой же. Но скиллов у них не добирает немного крутых. Ну и плюс урона не так много будет, как у Лилья Бара. Лилья Бар это просто зверь будет. Вот. Кенчик. Персонаж с Френзи плюс 2, элемент реверсалом. Давайте посмотрим, что у него еще тут есть. Вот, элемент реверсал у него здесь. Новый скилл повышенный. Сад 40 при фулл стамине. Мародер. Урон ближних атак в кооперативе плюс 30%. Короче, имба. Но. Но. Мувсет. Очень. Ну, не прям критично, но уступает Бруно. Потому что, имея на втором приеме вот это, когда у Бруно по области, круговой, огромный, который зацепит гораздо больше врагов и убьет гораздо больше. Плюс он имеет урон по скрытым мобам. Додж от Шенигами. Что очень круто. А Френзи плюс Бомбардмент. Это тоже топово. И с таким мувсетом это... Ну, он и делает Кена. Тем не менее, в остальном Кен Пачи вывозит остальных. Он прям невероятен. Он просто супер. И вот насчет него на арене я пока не встречал. Но нужно... Нужно, да, встретить. Хочется встретить очень и посмотреть, что он вообще себя покажет. Ну и, конечно, выбить. То есть, если я его вытащу, я обязательно пойду первым делом на арену, чтобы обновить тирлист по арене. В остальном больше изменений, я так полагаю, не было. Ну, чат у нас лучше Орехимы. Это понятно. Вот. Поэтому, да. Такие дела. Красный тирлист завершен. Дальше у нас идет... Так, тут у меня по киллерам. Ну, чтобы вы понимали. Допустим, вот эти все персы имеют киллер с шенигами. То есть, если мы возьмем просто красный атрибут, ну, вы видите, как сильно он отличается. Здесь все персонажи красного атрибута. С самого первого до самого последнего. Здесь только с киллером с шенигами. И как видите, их... Ну, их практически нет. Их очень мало. В А тире всего три персонажа. В то время как просто в А тире их огромное множество. То есть, с киллером очень... И это только с шенигами. Там дальше будет и пустые, и спада. Некоторые, там, где киллер всего у трех персов, например, как нулевой отряд. У четырех. Ладно, нулевой отряд имеет четыре перса, как киллер. У них будет табличка без атрибута. То есть, просто по киллеру. Потому что их просто нельзя сделать по атрибуту. Ибо их даже... Даже всех атрибутов не собрано с киллером на нулевой отряд. Думайте. С Штернами и того, два перса. Так что, смысла делать по атрибутам нет. Да и... Вообще, в принципе, нет смысла делать эти тире листы. Потому что... Там персы все на А. Если так уж судить. Что Шухей. Что... Ну ладно, Хашульты и Аскин. Вообще, Б. Это ПВП перса, они ни о чем. Хотя, это тоже. То есть, они Б и... Три перса Б. И один А. И чему толку от этого? Поэтому нет смысла делать тире листы с киллерами на Складзиро и Штернов. Да и на Квинсе тоже пока не добавится гораздо больше персов. Вот на людей уже можно делать. Потому что там довольно много персов уже есть. Ну их явно... Их даже больше десяти собралось. Правда, там пять из них это Татсуки. Ну, опустим это. Вот. Да. И теперь переходим к основным. А у нас остался синий и зеленый. Синий атрибут. В синий атрибут попало аж три персонажа. Даже четыре, по-моему. Если я не ошибаюсь, Роуз даже... Да. По-моему, Роуз попал в этот тир. Четыре персонажа попали в тир синего атрибута. Так, красный можно закрывать. Спасибо. Изменения. Ишин. Напомню. Идеальный мувсет. Да, у него нет гардбрейка. Но у него есть чтение у воротов пустых. Это очень топовый скилл. У него есть, соответственно, поджог. При этом имеет 40 персеркера. Имеет командный тоже скилл. У Шинжун тоже есть. Но у него нет чтения у воротов никаких. У него... Ну, этого, по сути, очень сильно выводит. Он очень нужный перс. Поэтому Ишин здесь. Он имба. А за Широм. Лучший синий перс. Не сразу я до этого дошел. Да, пришлось спорить. Но без спора объективности не добиться. Чаще всего. Объективное, напомню, если кто-то не понимает, что я имею в виду. Объективность это когда вот есть вот персонаж. И вот он... Ну вот как ты его не люби. Как ты его ненавидь. От этого хуже или лучше он не станет. Вот он какой есть, такой есть. Возьмем того же Рога Синего. Вот он есть. Вот до Реса он был просто говнищем каким. С Ресом он стал сильнее. Но он явно не доходит до уровня... Той же Момо. Она полезнее просто банально, чем Рог. И как ты не люби этого Рога, он не будет лучше, чем персы, которые вышли позже. И у которых гораздо больше преимуществ. Так что... Это и есть объективность. Субъективность. Это когда тебе вот нравится... Вот мне нравится Дангай. Вот этот Дангай готов вообще вверх поставить. Бесты. Даже он мне нравится очень. Он офигенный перс. Но если смотреть для общего зрительного, так сказать, для общего... Для общей точки, то есть объективно, он очень плох. Очень плох. Не самое дно, но плохой. Им особо не поиграешь. Да и киллер у него на ПВЕ очень такой себе. И поэтому Азашира, имеющий буст СП, также он имеет с Фрэнди плюс Бомбардмент и 40 берсами дебафы. Он имеет два доджа от двух фракций, то бишь от пустых аронкаров, контратаку на этих же мобов, а также у него иммунитет ко всем дебафам. Да. Как много я говорю, что это не самое нужное. Естественно, скилл не показатель того, что перс будет лучше всех. Просто это имбовая фича. Если она есть, персонаж получает огромный плюс. И Азашира именно такой. Ну и плюс еще у него есть, конечно, не шарпшутер, но хотя бы гардбрейк. По мувсету он, конечно, лучше по первому приему, чем Бьяку. Потому что Бьяку это помойка полная. Но второй, конечно, уступает. Потому что воронка Бьяку, я опять же напомню, это лучший второй прием, который может быть в игре. Ну а Азашира вывозит и по другим параметрам. Плюс его можно больше... Им можно, так сказать, проще проходить. Им лучше проходятся многие квесты. Да, Бьяку можно взять на большее количество ГК. Но, кстати, тут тоже есть один момент. То, что ГК, по сути, тоже отдельный режим игры. Непростой ПВЕ. За ПВЕ считаются одиночные квесты, кооперативы. И, по сути, все. Какие-то соло-квесты, какие-то экстремально сложные квесты. То есть, кооперативные квесты. Вот это считается. ГК, ПВП, Арена, Сенкаймон, Эпик Рейды. Это пять разных режимов. Они связаны только тем, что у вас используются те же самые персонажи. То есть, вы можете использовать тех же персов, что у вас есть в обычной игре. При этом, во всех этих местах вы собираете персов по-разному. В ПВП у вас одна команда, в ГК у вас совершенно другая. Вы можете использовать те же самые аксессуары, которые у вас надеты в одном режиме. В Сенкаймоне та же ситуация. В... В кооперативе, по-моему, то же самое. Но кооператив это все-таки ПВЕ. Не будем забывать. Он такой же, как и соло, только с другими игроками вместе. Это ПВЕ. Персов. То есть, плеер с энимес. По-моему, энимес. Есть кто... Ну, ладно, не обязательно писать. Я могу это в интернете прочитать, что это значит. Вот. Короче, это против ботов, против мобов. Вот. И... Азаширо, короче, он... ТОП. Вот. Бьякуя будет лучше за счет того, что он... Ну, это, кстати, это ладно. Это уже другой раз. Да, я говорю, что на апрельские тиры уже подготовлю ГК, но у меня сейчас, как видите, на канале очень редко что выходит. В прошлом ролике я объяснял причину, поэтому, если вам несложно, можете посмотреть. А мы обратим внимание на Роуза. Очень хороший надев на арене. он... Ой, я, кстати, параллельно не сказал. Его туда добавили, да. Но он очень хороший. Не бест, но очень топовый надев. Очень хороший. Прям вот... Я им играл. Он мне выпал, кстати, да. Он офиген. Да. И в обычной игре тоже, как надев. То есть, простой надев, но очень сильный. Васгард брейк. И последний тир, потому что здесь вроде больше. А, Шухей, Шухей у нас. А, не удивляйтесь, почему. Просто давайте я вам покажу, что у него, во-первых, во-первых, у него киллер, полная дресня, нужный чисто для ГК. Во-вторых, у него мувсет такой себе. У него, у него, второе, прям это воронка стоячая. Да, для ГК это круто. Но в обычной игре это самая отстойная воронка, которая может быть. Даже воронка, которая отдаляет от вас врагов, будет лучше. Вот. Она зацепит больше мобов, которые идут перед вами. А эта воронка может зацепить только... Не, ну она тоже хороша, но не так хороша, как движущаяся. То есть стоячая воронка, это круто на ГК или против боссов с НК и Мони. Но против боссов с НК и Мони зайдет любая воронка, я вам так скажу. И при этом всем у него, как видите, не повышенный радиус. То есть у него нету хавака. А если у тебя нет хавака, то в С ты можешь попасть только, если у тебя топовый мувсет. То есть первый прием вдаль по линии либо толкающий вперед, далеко толкающий, как у Бруна, либо второй по области и третий фуллскрит. И только тогда ты можешь претендовать на С. С топовыми скилами, естественно. Ну а господин Шухей у нас отходит на А, но зато он там лучший. Да. Ну и в принципе синий на этом все. Зеленый у нас пополнился Куруяшике и по-моему все. Да, и Чаду. Пришли наконец мы к тому, что да, действительно, у меня оба перса есть. Я смог еще проверять, поиграть. И да, Рок это имба. Несомненно. Это я даже не спорил. Но он лучше, чем Грим Джоб. он он просто мощнее и лучше. Мощнее не в плане силы, а в плане да просто потому, что им гораздо больше и лучше можно проходить квесты, чем Грим Джоу. Грим Джоу топовый, несомненно. Охренительный перс. Нужный перс, потому что банки и супер банки. но Рок все-таки будет лучше. Махан, ты там сиди и это на своем троне даже не думай не слушай даже нас. Это вот этим двум парням, которые кстати в одну сторону наклонили голову, можно послушать. Ну а Куру Яшки это пвп перс без гард брейка с обычным надом без повышенных радиусов. Короче ему Вес делать нечего, поэтому он остается он мощный не буду спорить но этого не хватает он просто вот он пвп перс пвп персы почти никогда в Вес не попадают единственный который попал это Кен Пачи у которого гард брейк есть фури плюс два это прям вообще маст хер вот он да он достойный а этот господин нафто ему будет тяжелее чем Кен вот в принципе и все да на этом пожалуй мы и будем заканчивать терлисты все обновлены пользуйтесь используйте их изучайте просматривайте кто у вас есть где он находится можете смело полностью доверять этому терлисту он объективен первый вот все терлисты изначально вот полностью их мы делали на стримах я просто напоминаю что мы делали это на стримах где были где было множество игроков и не все они были новичками их было очень много больше сотни но это просто для галочки чтобы за этим наблюдало много людей да обсуждение было все это вы можете писать в плейлисте с терлистами да он тоже есть может быть я оставлю ссылку в подсказках может нет на канале найдете в любом случае ну а на этом все надеюсь вам понравился тот ролик если это так не забудьте его оценить а также пишите свои комментарии и свое личное мнение насчет всех новых персов которые были добавлены в апреле что вам больше всего в них понравилось не понравилось и кто для вас круче всех ну а с вами был дрейв фойер а также спасибо отдельно благодарность спонсорам канала да за финансовую поддержку а также хочу поблагодарить спонсоров бусти куда я загружаю записи с трансляцией доступны только для спонсоров на ютубе а поскольку спонсорами на ютубе вы стать скорее всего не можете у вас есть возможность сделать это на бусти предлагаю ознакомиться также я туда загружаю ролики с ранним доступом возможно данное видео увидела эти два человека раньше чем все остальные но если же нет то с другими роликами будет именно так ну а с вами был опять же напомни дрейв фойер всем удачи и всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»